Министерство спорта Якутии выполнило все свои обязательства. Об этом накануне в ходе пресс-конференции заявил глава ведомства Георгий Балакшин. Речь идет о финансовой поддержке футбольного клуба Якутия. Напомним, в средствах массовой информации было опубликовано письмо одного из футболистов. В нем говорилось о том, что игрокам не выплачивают в полной мере зарплату. При этом вину за это спортсмены списывают на недостаточное финансирование со стороны правительства республики. Но по словам Балакшина, клуб не является государственным предприятием и может финансировать его только посредством субсидий, которые разыгрываются на конкурсной основе. Поэтому вопрос с заработанными деньгами игроки должны решать с руководством клуба. В свою очередь, как заверил министр, все свои обязательства по субсидиям ведомство выполнило в полной мере. Мы проводили конкурс, соответственно, они выигрывали этот конкурс. Те деньги, которые были предусмотрены, мы полностью, как говорится, до них доводили. Еще даже принимали такие решения, что изыскивали дополнительные средства, как было в конце 2015 года. У них была задолженность порядка 8 миллионов по заработной плате, соответственно. Нам предусмотрели дополнительные средства, мы также провели конкурс и 9 миллионов 200 тысяч рублей специально на погашение этой заработной платы, как говорится, мы довели до клуба. А там как уже клуб сам распределял эти средства, ну, как говорится, это уже вопрос должен быть прежде всего к ним. Но приоритет, мне кажется, должна была быть зарплата, а не оплата проживания в гостинице или оплата проездных, ну и так далее.